Итак, неодевантная терапия, взгляд химиотерапевта. Известные кривые роста заболеваемости рака молочной железы во всех избранных для анализа странах и снижение смертности в развитых странах. При этом этот факт широко обсуждался экспертами и было показано, что в значительной степени смертность от рака молочной железы снижается за счет повышения эффективности терапии и в частности системной терапии ранних форм рака молочной железы. То есть за счет нашей с вами работы. В Российской Федерации очень актуальная проблема. Около 60 тысяч новых случаев ежегодно или диагноз ставится каждые 9 минут. Прирост показателя заболеваемости за 10 лет почти 20%. Каждые 24 минуты одна пациентка погибает от рака молочной железы. Это выливается в 22 тысячи смертей ежегодно. Но за 10 лет стандартизованный показатель смертности уменьшился почти на 10%. И это свидетельство определенных все-таки успехов нашей работы. Так, у меня не работает. Как мы уже знаем хорошо, дивантная химиотерапия достоверно улучшает выживаемость больных ранним раком молочной железы. Что такое неодивантная химиотерапия? Достаточно долго в Российской Федерации ряд исследователей разделяли понятия неодивантная и предоперационная химиотерапия. На самом деле это понятия идентичные. И неодивантная или предоперационная химиотерапия мы должны называть предоперационную химиотерапию первично-операбельного рака молочной железы или первичную химиотерапию у больных с неоперабельным местно распространенным раком молочной железы, которые ответили на лечение и стали операбельными и были прооперированы. Соответственно, если пациентка не ответила на лечение, то мы начинаем счет как при метастатическом раке молочной железы. И эти пациентки традиционно включаются в исследование по местно распространенному и метастатическому раку молочной железы. Счет идет дальше на линии терапии. Каковы подходы к лечению второй-третьей стадии рака молочной железы? Мы можем, поставив диагноз, прооперировать пациентку, мы можем начать системную терапию, прооперировать на каком-то этапе и продолжить системную терапию, но тем не менее на сегодняшний день большинство исследователей все-таки склоняются к тому, что если системная терапия начата, то вся она должна быть проведена до оперативного вмешательства. Выигрыш от неодевантной терапии мы уже знаем. Хирурги показали, что неодевантная терапия позволяет уменьшить размер опухоли, улучшить косметические результаты, перевести больную с местно распространенной формы в операбельное состояние, улучшить выживаемость так же, как и при проведении одевантной химиотерапии. Выигрыш одинаковый, но кроме того, мы можем провести своеобразные, определить инвиво чувствительность к проводимому лечению. Ну и, конечно, цель наша – это достижение полного лечебного патоморфоза. Каковы теоретически возможные выигрыш от неодевантной химиотерапии? Ну, в свое время предполагалось, что раннее начало системного лечения может улучшить выживаемость. Профессор Кривородько показал, что в отношении общей выживаемости неодевантная терапия не имеет преимуществ перед одевантной. Но все эти исследования, которые он показывал, базовые исследования, были проведены в эру до разделения рака молочной железы на биологические подтипы, выделение химиочувствительной популяции больных и появление таргетной терапии. Опять-таки, неодевантная терапия может помочь нам в выборе оптимального режима одевантной терапии. До настоящего времени стандартно при выполнении плана неодевантной химиотерапии, полного плана, одевантная терапия не проводится даже без достижения полного патоморфоза. Но сейчас появились первые работы, которые могут свидетельствовать о том, что дополнительная терапия окажет влияние на выживаемость, возможно, это положение будет пересмотрено. Кроме того, мы проводим лечение, ориентированное на ответ. Опять-таки, обновленные результаты одного из исследований показали, что отдаленные результаты такая стратегия может улучшить, отдаленные результаты в отношении общей выживаемости. Мы можем получить образцы опухоли, оценить предиктивные значения биомаркеров. Ну и, конечно, большое преимущество – это ускоренная разработка более эффективных режимов лечения. Что влияет на прогноз при проведении неодевантной химиотерапии, мы уже знаем. Мы можем пролистать огромный анализ, включающий 12 исследований и почти 12 тысяч пациенток по неодевантной терапии, продемонстрировал преимущество в бессобытийной общей выживаемости при достижении полного патоморфоза, причем выигрыш выживаемости одинаковой и при полном отсутствии опухолевых клеток как инвазивного, так и рака инситу в ткани молочной железы и при отсутствии опухолевых клеток в региональных лимфоузлах. Точно такие же показатели демонстрируют пациентки, у которых отсутствует в ткани молочной железы только инвазивный компонент, а компонент инситу остается, это не ухудшает отдаленные показатели, поэтому на сегодняшний день именно этот критерий, отсутствие инвазивного рака в ткани молочной железы и отсутствие опухолевых клеток в региональных лимфоузлах считается полным патоморфологическим ответом на неодевантную терапию. Итак, больные с полным патоморфозом имеют благоприятный прогноз. А что в подгруппе HER2-позитивного рака молочной железы? Оказалось, что то же самое. Как на всю группу, так и у больных с положительными и отрицательными гормональными рецепторами и HER2-позитивной опухолью достижение полного патоморфоза коррелирует с достоверным увеличением показателей выживаемости. Поэтому наша цель при проведении неодевантной химиотерапии – достижение полного патоморфоза. Какие пациентки имеют максимальный выигрыш от неодевантной химиотерапии? То есть кого и как нам нужно лечить? В первую очередь это больные с HER2-позитивным раком молочной железы, которые получали лечение с тростузумабом. Вероятность с тростузумабом, вероятность достижения полного патоморфоза – 50%. Больные с HER2-позитивным и гормонозависимым раком молочной железы, которые получали тростузумаб – 31% частота полного патоморфоза. Ну и трижды негативный рак молочной железы – около 34% полных патоморфозов. Люминальный тип рака молочной железы – очень низкая частота достижения полного патоморфоза, поэтому если вы не достигли полного патоморфоза у пациентки из этой группы, то расстраиваться не нужно. В мире тоже не так часто удается исследователям достичь этого показателя. Рандомизированное исследование NOAH мы уже подробно о нем слышали. Чрезвычайно распространенные пациентки включались в эту программу, и добавление тростузумаба достоверно увеличило частоту достижения полного патоморфоза, объективного ответа в опухоли и выполнения операций. Добавление тростузумаба значимо увеличило пятилетнюю бессобытийную выживаемость больных раком молочной железы. На что нужно обратить внимание химиотерапевтам? На длительность неодевантной терапии в этом исследовании она составила 10 циклов лечения. То есть надо иметь достаточное терпение, чтобы лечить пациентку. Обратите внимание на режимы 3 доксорубицин-паклитоксел, 4 курса паклитоксела и 3 курса СМФ. Этот режим на сегодняшний день в Российской Федерации все-таки, скажем прямо, используется достаточно редко. Как мы можем улучшить результаты лечения раннего хердопозитивного рака молочной железы в современных условиях? Безусловно, путем применения двойной блокады рецептора двух моноколональных антител тростузумаба-спиртозумаба. Профессор Айрман подробно рассказал о механизме действия этих препаратов, о том, что препараты взаимодействуют с различными субдоменами одного рецептора, и, соответственно, механизмы действия у них разные, а совместное их применение приводит к комплексной блокаде рецептора ХЕР-2. Я не буду останавливаться на этом факте. Исследование неосфера тоже достаточно подробно разбиралось, на что мы должны обратить внимание как химиотерапевты. Длительность лечения всего 4 цикла химиотерапии. Каждые 3 недели, еще после 4 цикла, 3 недели до операции, и того лечение занимает всего 12 недель. Какие больные включались? Включались пациентки как с операбельным раком молочной железы, так и в том числе с отечно-инфильтративными формами. То есть в Российской Федерации эти пациентки, результаты лечения этих больных, как правило, анализируются отдельно. В данном исследовании, опять-таки повторю, включались пациентки как с ранними первичнооперабельными формами, так и с неоперабельными формами рака молочной железы. Что получилось? Тоже мы видели уже этот слайд. Проведение двойной блокады тростозумаба, пертузумабом и дотстокселом позволило достичь абсолютно тех же цифр полного лечебного патоморфоза, что и проведение 10 циклов химиотерапии в исследовании НААХ. Выигрыш в добавлении пертузумаба в режим неодевантной химиотерапии регистрировался как у больных с положительными гормональными рецепторами, так и у пациентов с отрицательными гормональными рецепторами. При этом при отсутствии гормональных рецепторов выигрыш от двойной блокады был значительно больше в численном выражении. Что нас еще интересует как химиотерапевтов? Конечно, профиль безопасности. Больные раком молочной железы могут быть и должны быть вылечены. Поэтому ключевую роль играют показатели долгосрочной безопасности используемых режимов химиотерапии и таргетной терапии. В этом исследовании было показано, что все виды нежелательных явлений были полностью обусловлены тем химиотерапевтическим режимом, доцитоксилом, который использовался в программе лечения больных. Очень важный вопрос – это кардиобезопасность. Опять-таки, как в процессе лечения, так и долгосрочная кардиобезопасность, потому что больные могут быть вылечены. Мы хорошо знаем, что герцептин обладает обратимой кардиотоксичностью. Это связано с существованием так называемой неорегулин, опосредованной системы включения компенсаторных механизмов, защищающих сердце при физической нагрузке. Когда мы перестаем вводить герцептин, то эти механизмы включаются во время герцептина, блокируются во время введения герцептина. Но, еще раз повторю, токсичность опосредованная. И вот очень интересный факт, что добавление пертузумаба… Извините, токсичность обратимая. И очень интересный факт, что добавление пертузумаба не увеличивает кардиотоксичность проводимой терапии. Этот факт впервые был продемонстрирован в отношении метастатического рака молочной железы. Также он был продемонстрирован и при ранних формах заболевания. Мы видим, что в группе двойной блокады кардиотоксичность не увеличилась ни в период неодевантного лечения, ни в одевантный период, ни в период последующего наблюдения. И частота симптомной дисфункции левого желудочка в третьей и более степени составила 0%. Двойная блокада достоверно увеличила безрецидивную выживаемость больных ранним раком молочной железы. И, конечно, фактором благоприятного прогноза было достижение полного патоморфоза. И еще одно исследование по неодевантной терапии с применением комбинации пертузумаба и тростузумаба было проведено при раке молочной железы. Исследование Трифена. Главной целью этого исследования была именно безопасность изучаемой стратегии. Итак, посмотрите, какие пациентки включались. Опять-таки, как первично операбельный рак молочной железы, например, Т2Н0, так и больные с местно распространенным и отечно-инфильтративным раком молочной железы. Все пациентки получали комбинацию пертузумаба с тростузумабом. Тестировались различные химиотерапевтические партнеры. Первая группа получала доцитоксел с карбоплотином, 6 циклов, лечение чуть-чуть дольше, 18 недель. Вторая группа начинала лечение с интрациклин, содержащего режима, 3 цикла ФЕК, а потом доцитоксел с двойной блокадой. И третья группа получала ту же химиотерапию, 3 цикла ФЕК, 3 цикла доцитоксела и двойная блокада начиналась сразу. Обращаю ваше внимание, что около полутора лет назад в инструкцию для применения герцептина на территории Российской Федерации были внесены изменения. И если раньше препарат был не рекомендован одновременно с антрациклинами, то теперь это разрешается. Препарат может применяться одновременно с антрациклинами, но предельно допустимая доза антрациклина в этой ситуации другая. Для доксорубицина 180 мг на квадратный метр суммарно, а для эпирубицина 360 мг на квадратный метр. Давайте посмотрим, что получилось в этом исследовании. Опять-таки важнейшая основная цель – это безопасность, потому что больные могут быть вылечены. Мы видим, что кардиологическая безопасность указанных стратегий была одинаковая, динамика фракции выброса левого желудочка для трех групп практически не различается. Самые частые нежелательные явления, опять-таки, были обусловлены теми режимами химиотерапии, которые использовались в данных программах. В исследовании была продемонстрирована впечатляющая частота полного патоморфологического ответа в ткани молочной железы и в лимфоузлах. Для химиотерапевтического режима доцитоксилкарбоплатин плюс пертузумаб-тростузумаб – частота полного патоморфоза превысила 60%. Для двух других групп составила около 55%. Объективный клинический ответ превысил 90%. Таким образом, если мы проанализируем, с чего мы начинали. Исследование NOAH – 10 циклов химиотерапии, полный патоморфоз – 39%. Исследование NEOSFER – всего 4 цикла химиотерапии, абсолютно те же результаты достижения полного патоморфоза и частоты объективного ответа при применении двойной блокады. И исследование TRIFEN – 6 циклов химиотерапии, полный патоморфоз – 64%, частота объективного ответа – 95%. Все современные российские рекомендации российского общества онкобомологов предусматривают применение двойной блокады пертузумаба с тростузумабом в комбинации с доцитоксилом или доцитоксилом карбоплатином в качестве предпочтительного режима неодевантной терапии, первично операбельного и местно распространенного HER2-позитивного рака молочной железы. На территории Российской Федерации препараты поставляются под названием «Биодайм» и содержат и пертузумаб, и тростузумаб – это особенность. В нашей стране этот препарат «Биодайм» включен в список ЖНВЛС 2016 года. Таким образом, если мы проанализируем стратегию лечения больных, особенно с первично операбельным HER2-позитивным раком молочной железы, то только неодевантная терапия позволяет назначить двойную блокаду и пертузумаб с тростузумабом при второй-третьей стадии HER2-позитивного рака молочной железы. Эта стратегия значимо повышает шансы пациентки на выздоровление. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ